Мы посмотрели нашу пациентку, мы собрали анамнез, болеет давно, посыпания воспалительные практически ушли, остались достаточно сложные, тяжелые, глубокие рубцы. И эти рубцы, они носят очень специфический характер, они глубокие, они минус ткани, они так называемые травматические рубцы. Бывают рубцы легкие, такое, как пальцевидное вдавление, так называемые остальные, они хорошо удаляются. В данной ситуации есть рубцы с резкими краями, есть рубцы так называемого укола льда, и это глубокие рубцы, которые образовались за счет запущенного старого воспаления, то есть лечение проводилось, видимо, не совсем правильно и не совсем своевременно. А самое главное, что там девочка пыталась сама удалять, и поэтому она сама тоже эти рубцы сформировала. И вот эти глубокие спайки, которые между дермой, собственно, кожей и подкожными образованиями образовались, они как раз сформируют эти глубокие рубцы. Поэтому начинать с агрессивных процедур, с аппаратных процедур, мы поняли, что нам нельзя. Да, больна кожа, и кожа, если она будет здоровая, она лучше отреагирует на те же аппаратные методики. И поэтому, учитывая то, что кожа больна давно, длительный воспалительный процесс, он нам дал вот эти глубокие спайки, глубокие рубцовые, и рубцы устарели, застарели, то есть они стали более старыми. Мы знаем, что старые рубцы лечатся очень тяжело. Поэтому наша тактика, она сложилась в данной этой пациентке особенно. То есть мы понимаем, что кожа – самый большой орган человека. И когда мы хотим лечить кожу, прежде всего здоровым должен быть организм. И мы должны помочь этому организму стать более крепким, более здоровым, и кожа скажет спасибо, и она будет также реагировать положительно на все наши процедуры. Поэтому было назначено обследование. Мы планируем провести более сложное обследование. Будем делать детоксикацию кожи, то есть уменьшение нагрузки на кожу, и тогда будем ожидать положительного результата. И именно поэтому мы решили нашей пациентке строить лечение осторожно, как бы разбудить кожу, оздоровить кожу, а потом потребовать от него выравнивания с помощью более жестких методик, с помощью достаточно и поверхностных, и глубоких аппаратных методик. Приступаем к лечению. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...